Привет! Это проект Проверка на канале Шоты. Впервые в нашем разоблачении слишком много воды. Сегодня проверяем питьевую воду для простых смертных и подороже. А ты подписывайся и делись с друзьями. Казалось бы, что тут проверять? Вода есть вода. Мокрая и вроде бы чистая. Но меня смутили отзывы на разные марки. У людей конкретные претензии к вкусу, запаху и цене. Стоимость доходит до нескольких сотен за пол-литра. Пишут про воду, которая есть в каждом магазине. А значит, ее пьете вы, ее пью я. В таком случае, что по качеству? План такой. Идем в магазин. Несколько самых популярных марок я пробую лично. А потом отдам на исследование в лабораторию, чтобы узнать, какая вода самая качественная и соответствует ли это ее прайсу. Я специально выбрала рядовой продуктовый магазин, чтобы показать вам среднестатистический ассортимент и выбрать самые знакомые марки воды. В отзывах пишут, что у воды Шишкин лес странный привкус. И я помню, раньше, когда пробовала эту воду, чувствовала, что горчит. Вдруг сейчас что-то изменилось. Святой источник. В интернете есть истории отравления этой водой. Я не знаю, насколько это правда, но считаю, что это реальный повод проверить качество. Черноголовка. Очень хвалят эту воду за удобную упаковку, но я видела комментарии про плохой запах воды. Вода фрутоняне обычно находится в детском отделе и считается водой для детского питания. Кстати, отзывы о ней в основном положительные, поэтому мы точно берем ее и проверяем. Вода Байкал стоит немного дороже. За ней мы пришли в другой магазин. И здесь я хочу еще взять на проверку вот такую красивую бутылочку. ВОЗ – единственная вода из нашего списка нероссийского производства. Стоит за неполные пол-литра почти 500 рублей. Поэтому я хочу проверить, что же ее составит такого уникального. Сейчас я попробую каждую марку, чтобы понять, есть ли вообще какая-то разница между ними. На вкус как вода. Я, честно говоря, не могу понять. Никак не пахнет. Вот здесь ощущается, причем я не могу назвать это горечь, какой-то более резкий вкус. Тоже легкая горечь она ощущается, но, наверное, не такая сильная, как в святом источнике. Вот пока фрутоняня, детская вода, она самая мягкая по отношению ко всем предыдущим, которые я попробовала. И у нее и запах такой нейтральный, и вкус максимально приятный, по крайней мере, для того, чтобы пить ее каждый день. Мне нравится. У меня такое ощущение, что я пью воду из-под фильтра. Вот у меня дома, когда я пью воду фильтрованную, что-то похожее. На вкус байкал по мягкости даже опережает фрутоняню, как мне кажется. Наверное, это будет мой фаворит. А самый неподходящий лично для меня, по моим оценкам, это все-таки святой источник. Все эти шесть бутылок мы перельем в нейтральные. И отправим на экспертизу, чтобы ученые дали свою оценку, разобрали их на молекулы и проверили, какая вода лучше, какая хуже. Ну и, собственно, покажем вам результат. Главное требование к питьевой воде – утолять жажду. Ну и не вредить, то есть исключать вещества, которые могут негативно воздействовать на организм. То есть это прежде всего соли тяжелых металлов, особенно если вода происходит из недр земли, где возможно попадание соли тяжелых металлов в воду. Что касается полезных веществ, они могут быть в составе питьевой воды, а могут и не быть. Хуже от этого она не станет. Требования к содержанию в питьевой воде полезных веществ, формирующих ее физиологическую полноценность, практически отсутствуют. Эксперты изучили экземпляры воды, и когда были готовы результаты, я отправилась в лабораторию. Общие показатели в норме, но есть нюанс. Образец номер 3 – менее 0,1 градус жесткости, и образец номер 5 – 0,25. То есть вода очень мягкая. Это норма, но это заставляет обращать внимание на эти воды. Вода номер 5 – мало кальция, магния и натрия. Мягкая вода характеризуется тем, что в ней содержится минимальная концентрация соли жесткости. Соли жесткости – это кальций и магний. В третьем образце кальция и магния тоже мало, а вот концентрация натрия приближается к 100 миллиграммам в литре. Это говорит о том, что образец проходил обработку умягчения. Вода номер 3 прошла через ионно-обменную смолу, которая насытила ее натрием, удаляя кальций и магний. Но если люди соблюдают бессолевую диету и опасаются попадания лишних концентраций натрия в организм, для того, чтобы нагрузка на почки возникала, на сердечную систему, то такая вода все же является таким нежелательным источником утоления жажды. Можно было бы, да. То самое «но» – четких требований, что должно быть в воде, нет. И все же, если у вас есть особенности организма, рекомендуется учитывать состав воды, даже простой питьевой. По итогу вся проверенная вода соответствует норме. Вся утоляет жажду. Но в результате детального разбора рейтинг универсальности и качество вот такой. На первом месте экземпляр номер 1 – черноголовка. Первый с конца номер 3 – шишкин лес. Вас ничего не смутило? Я, если честно, ожидала увидеть ВОЗ как минимум в тройке лучших. За 400-то рублей. Но вода оказалась одной из двух, которые под вопросом. И если в ее составе нет стволовых клеток или хотя бы талых льдов Антарктиды, откуда такая цена? Да потому что есть люди, которые, покупая воду, платят не за воду. Это маркетинг. Это упаковка. Это бренд. Это дополнительные какие-то фишки, которые нас с вами убеждают, что мы должны купить именно эту бутылочку. Хотя, строго говоря, по качеству и как мы убедились, качество в принципе одинаковое. А какую воду пьешь ты? Бутилированную или из-под крана? Или, может быть, у тебя вообще своя скважина? Пиши в комментариях своего фаворита или отзыв на конкретную марку. Будем проверять. Кстати, касается это не только воды. Пароль явки на экране. Это проект «Проверка» на канале Шот. Не прощаюсь.